всем большой привет работает надеюсь что вам понравилось прошлое видео то у нас выходные какие-то были тухлые просмотров очень мало кстати кто хотел увидеть бадину переноску сейчас я покажу вот в такой переноске она у нас правда уже вся согнулась мы везли бадючку ну то есть им она была учитывая вот бадик вот переноска не очень комфортная вот еще у нас осталось то что мы через корею летели здесь у нас окошечко в общем окошечко но в любом случае мы будем с ней не полетим обратно мы ее либо отдадим либо продадим не знаю что мы с ней сделаем дело бадюху завтра будут уже стричь я нашла завт послезавтра да я нашла грумера мы сейчас максимом едем в центр нам пришли деньги за аренду нашей квартиры и поедем покупать билеты а вот куда я покажу дальше куда мы будем брать путевку в общем сегодня мы проснулись позавтракали я сделала себе наконец ногти на ногах и все сейчас поедем в центр у меня появилась новая любовь это кокосовый сок но они в таких бутылочках идут с добавлением сиропов либо каких-то подсластителей и поэтому кокосовая вода уже не кажется такой мерзкой стал в кокосе вообще она не охлажденная не вкусная мы с максимом думаем сдать мопед решили что раз мы не идем давать на права то нафиг не надо а еще хотела рассказать в общем возле нашего конда прям напротив есть ну как какие-то даже не бараки а там как гаражик какой-то такой симпровизированный где живут тайцы которые делают нашим когда минимуме ремонт и когда мы выходим мусор есть такая не очень приятная картина когда просто ты идешь выкидываешь да в принципе весь ненужный хлам который от еды от всего и их дети подбегают и начинают просто прошить эти пакеты это очень неприятно с одной стороны их жалко с другой стороны но я думаю что каждому было бы дискомфортно просто ну чтоб его в мусоре копались мы дали 10 килограммовый рис до конфеток деткам дали вот но мы делали это как мы просто поставили рядышком мы не показывали что это мы или еще что то чтоб там смотрели на нас не было лишнего внимания до лишнего внимания вот и они просто взяли и все я думаю им приятно было да и нам как бы поставить там пачку риса мне кажется что все думают что я в какой-то ночножке он нам только посигналил сказал то что я свободен садитесь и вот мы одни нам классно я вообще люблю ездить в свободных туках потому что иногда садятся индусы и они очень очень громкие и у нас даже русские садятся они такие громкие возможно мы просто отвыкли так рисунка мне сегодня сказала говорит но наверное я соскучилась сильно по чему ты там соскучилась по дому может быть мы уедем через типа полгода где-то да после нового года я сказал не торопи события вполне возможно что все налажит накладиться налажится и мы поедем не поедем домой а может быть съездим домой обдумаем все кто будут в БТЕ в конце июля то есть сейчас кто находится возможно 29 числа до 31 да по моему будет фестиваль морепродуктов на центральной бич раут мы туда пойдем мы конечно снимем пойдем закупимся но если вы здесь то приходите встретимся там мы уже вышли из фестиваля сняли денег представляете сейчас достаю камеру и сумки а у нас вот здесь вот кусочек бокса просто отваливается даже показать не могу короче сняли а на улице уже ночь у нас вот здесь ого мы с максом короче вышли из фестиваля и мы когда шли с дня рождения я думаю что когда нибудь все таки выложу этот блок покажу как мы отдохнули ну небольшую часть из этого вон видите макс идет в новых босоножках потому что он порвал свои шлепки я себе тоже вот стой вот такие босоножки взяла всего за 190 бат потому что мои тоже уже износились я максу говорю я больше не могу в таких пошли взяли сейчас мы идем в магазин а после этого мы пойдем входим перекусим сабвей чувствую сегодня мы уже не купим путевку куда мы собираемся ну это не путевка это скорее просто билеты ну ладно Максим сказал что можно сказать мы собираемся в аквапарк но пока у меня села батарейка на микрофоне на котором я так говорила что он так долго держится смотрите как устроены просто улочки это отель это сабвей в котором мы кушали сюда Максим побежал после того как он поел острова потому что ему хотелось пить очень сильно но если вы хотите алкогольные коктейли то есть здесь такой бар и причем здесь поют очень нет поют такую прям красиво в песенке бар такой замечательно мы сегодня не подготовились и ничего вообще не зарядили толком и давайте немножко с вами пройдемся пока мы идем по улице у нас за авторское право не забанят здесь бар за баром куда ни глянь микрофон я положила и это мы далеко от волкина мы возле центра фестиваля мы просто зашли в закоулок то есть ночью здесь все кипит более ярче более насыщеннее чем это выглядит в нем да? есть такое да Максим как ты себя чувствуешь после Сабея? у меня до сих пор вот здесь вот перчик этот он прям у него язык аж как будто разъело я и хотел чтобы у меня язычок был красненький красненький да вот такие здесь перчики Максим просто столько раз заказывал в Сабея эти перчики и они были всегда не острые весьма пакет были были острые но не всегда потом перестали потом перестали да а сейчас снова попалась ему просто в этом Сабея еще не кушали? не кушали кушали ой там самолет летит что ли? врачом да? замуж ярко вот и поэтому он разъел себе язык почему мы сейчас едем домой? потому что тусить мы не будем а кто его знает? что пошли в уход? вот как раз это та самая бич роуд так на которую мы пойдем когда будет фестиваль морепродуктов здесь кстати еще 6 августа намечается конкурс Мисс Бикини вчера сказала вам практически все ой смотри какая там заря заря? ну когда молния бьет а зорница зорница вот мы тоже узнали недавно это слово я всегда думала что зорница это детские развлекательные спортивные развлекательные да казалось зорница это то что вдалеке от молнии сверкает ну вот короче мы просто собираемся в аквапарк Рамаяну но я очень хочу в картонный творк потому что там более весело сейчас мы спросили то есть к нам подошел русский который здесь ну уже работает не первый день мы его видим постоянно когда здесь проходим я сказал что у них есть акция у них стоит на 10 бат дороже чем на самом деле билеты но за эти деньги блин но за эти деньги нам еще дадут 2 пепси и пиццу а я знаю что там очень дорогие напитки и еда но я очень хочу в картонный творк нам надо просто с ребятами с которыми мы собрались это обсудить и может быть мы поедем все таки в картонный творк мы уже находимся на протовнаке и мне кажется этот мир начинает сходить с ума потому что сейчас в 7-11 тоже есть скидка и так же собери и получи вот такие призы здесь есть вот не особо видно я думаю ну в общем даже можно получить путевку ну в смысле получить билеты до аквапарка еще куда-то хотите копите хотите покупайте называется мы здесь накопить не будем но в 7-11 мы периодически закупаемся поэтому нормально в общем все в принципе на этот день наш заканчивается мы сейчас приедем домой я сяду монтировать видео единственное батюшки еще взяли вкусняшек потому что мы ему пообещали он постоянно сидит дома а и будем с ребятами договариваться в какой все таки аквапарт поедем пока пока